Всех приветствую, дорогие друзья! Давненько я не писал таких влогов небольших, да? RC-Live. Что же происходит в мастерской? Сейчас мы поговорим об этом, но сначала ко мне обратился мой подписчик Александр Пархоменко. Вы уже, наверное, слышали. К сожалению, у Александра не очень все хорошо со здоровьем дочери, поэтому он вынужден продавать свои модели. Сейчас появятся несколько фотографий его модели, которые сейчас он продает. Это 13-14 масштаб. Может, кого-то заинтересует. Качество сами посмотрите, да, модели. Ссылочка на Александра будет в описании. Можно зайти к нему ВКонтакте и пообщаться с ним. И уже сами решите, нравится вам, не нравится, приобретать, не приобретать. Может, кому-то понравится именно такой масштаб, именно такая трактовка, видение. Вот такое вот небольшое объявление вам. Что же творится в мастерской? Выходные на самом деле просто были шикарные. Очень много катал. Выкатал 4 тачки свои. Ребенок мне помогал. Очень, кстати, странно, что вы мало смотрите ролики. Я даже, честно, я в последнее время просто не понимаю, что не хватает мне. Поэтому в комментариях, ребят, дорогие друзья, пишите, что не хватает. Что бы вы хотели видеть на канале. Хотелось бы развиваться. Двигаться вперед. Но пока топчусь на месте. Ну вот, как-то так получается. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что ролик получился про КамАЗ прикольный, да, в болоте. Вам он не очень понравился, судя по маленькому количеству просмотров. Так вот, выкатал вот такую вот орду моделей. КамАЗу досталось. Вот сюда воткнулась ветка. И кабину чуть-чуть сломало. Но будем ее править. В принципе, больше ничего. Едет он, конечно, я получаю от него огромное удовольствие. Надо, кстати, второй дворник найти. Был где-то у меня похожий. И поставить его. А то без с одним дворником он смешно смотрится. Ну и, конечно же, тот нюанс, что отсюда вылетает вода. Надо все-таки сделать ему пол. Покатал спорт свой. Спорт, как всегда, вне конкуренции. Мне нравится, как он едет. Он на дипах, на дипфутсах, на резине. И шикарно. Любимая тачка ребенка. Полицейский Бронко. Ну и гелик, который я тоже с удовольствием катаю. На 3С. Он у меня только на 3С ездит. Он на 1080 хобби-винге. С коллектором. Мне нравится. Что дальше у нас происходит? Сейчас будут интересности. Сейчас собираюсь снимать вам ролик. Приехала вот такая вот гора приятностей от SSD. Комплект для распорталивания мостов. Сейчас сниму небольшой обзор. Ну, наверное, начну собирать. Передняя часть и задняя часть. Приобреталась на Амэйне. Поэтому вот подготовил раму. Буду ставить тут в Rebuilder мост от Defe. Это не от моего. Это я не помню, откуда у меня он. Но это... Или от Бронко даже. Слушайте, ну не буду врать. Но от чего-то с разблоком. И вот такую вот штуку решил себе подсобрать. Так сказать, из имеющихся детолей. Кузов валялся. Мне его дали, когда мы еще собирали бюджетную трофейку. Кто помнит. Да? Я отдавал подписчикам ее. Разыгрывал. Дали еще тогда вот такой вот кузов. Его я не использовал. Оставил его себе. И сейчас вспомнил о нем и решил, что... А почему бы и нет? Ну, здесь основательно приходится переделывать. Да, вот... Еще нету кронштейнов под амортизаторы. Под задние. Думаю попробовать их поставить вот так вот. Сейчас получились вот такие вот хода. Достаточно интересный ход подвески. Думаю собрать я такую машину. Попробовать может долбануть в чемпионате Санкт-Петербурга. Вот на чем, соответственно, она. Она на Хобби Винге 540. Моторчик 2300. Аксифок такой. Все спрашивают, чем отличаются, да, Хобби Винги от мамп всяких разных. Вот этим разъемом. Вот это свой разъем у Хобби Винга на сенсор. Эта система типа вся полностью гермеченная. Вот такая вот. Что еще происходит? Что еще? Что еще? Еще. Тоже мало посмотрели. Ролик выбрал цвет. Он будет желтый. Арочки будут черные. Сама модель будет желтого цвета. Ну, соответственно, вот эти вставки тоже черные. Этот черный порог будет. Буду ее красить. Этот многострадальный кузов так и стоит пока. Ничего с ним не делается. Урал пока тоже замер. Вместе с Зилом. Почему они замерли? Вот сейчас мне прекрасный человек, зовут его Денис Пластинин, изготовил вот такой вот комплект. Сейчас вам на свету покажу. Комплект изготовил он мне рессор из обычной стали. Много, да? Мычу. Насморк немножко. Что-то я не могу все нормально выздороветь. Надо, видимо, все как-то отлежаться. Но все времени нет. Значит, вот такой вот набор. Это чтобы создать объем рессором на Урале. То есть основные будут ходовые рессоры. Это изготовленные из вот такой вот пружины, да? Которые именно рабочие. А вот эти, они будут чисто объем создавать. Такой красивый. Потому что все-таки хочется, чтобы более копийная рессора была. Кстати, что-то еще приехало. С Амейна. А! Вот такая вот канистра приехала от РЦ-4ВД. Но она очень маленькая. То есть, если вы посмотрите. Вот мне кажется, что она маловато. Написано 1 к 10. Но вот что-то как-то не знаю. Надо будет ее посмотреть. И приехали еще вот такая вот крышечка АРБ на мост ТРХ. Кстати, давайте канистру распечатаем. Вот мне просто интересно. Сейчас я тут вот так вот камеру поставлю. Потому что есть ощущение, что реально мелкое. Бах, пакетик в пакетике. РЦ-4ВД. Ты прям разоришься на пакетике. Да, что ж так. Да, пакет будет разорван. Сейчас тех, кто сразу скажет. Да, можно было на 3D принтере отпечатать. Слушайте, она стоила не сильно дорого. Мне просто было интересно. Ну, да. Честно, не очень. Сейчас, подождите. Я, возможно, ее сейчас сломаю. Ну, да, мне показалось. Да, мелковата, если честно, она. Возможно, да, под 10 масштаб. Надо, кстати, померить. Она и будет. Логотип РЦ-4ВД. Но что-то как-то мелковато. Вот тут Андрей Шняков мне подарочки тоже заслал. Я думаю, вы все поймете, что это такое по цвету. Кто в офисе работает. Да и не только. Такие вот бутылочки с водой. Копийная вот такая бутылка с водой. Ну, и вот такой вот еще мне ящичек задарил. Ему огромное спасибо. Да, кто не подписан на Инстаграм, наверное, и не знает. Да, кто подписан на Инстаграм, знает. Мне задарили на день рождения. Алексей Семенов, огромное ему спасибо. Копийный хайджек. Он рабочий. То есть он весь работает. Он подымает. То есть все, все рабочее. Но работает он, конечно, так. Своеобразненько, да. Там надо приноровиться к нему. Одной рукой точно не получится. Так что теперь у меня есть к моему Defender'у. Скорее всего, будет к нему именно. Вот такой вот хайджек закреплен на нем будет. Сейчас на свет вам покажу. Такая вот красотища. Вот что происходит в мастерской. Соответственно, вас ожидает ролик про SSD, да, распорталивание. И уже сборка шасси. То есть у меня все детали есть. Я уже целиком шасси могу собрать. Соответственно, я смогу примерить кузов. Все, то есть процесс пошел. Вообще радует. Потому что очень давно хочу собрать эту тачку. И все время чего-то не хватало. Едут колеса к ней. Maxis Tripador. Размер единственное. 117 получается. Мне кажется, будут великоваты. Но посмотрим. Приедут, будем мерить. Там очень копийная резина. Соответственно, есть такая же на один к одному. Да. Слово паразит у меня, соответственно. Теперь что-то в последнее время я как-то опять пошел по словам паразитам. Будем посмотреть. Приедут они, наверное, через недельку-две. Надеюсь, к этому времени уже обретет внешний вид наш Rubicon, да, Wrangler. Вот такая вот информация. Спасибо, что смотрели. Постараюсь не забывать про RC Live. Почаще его делать. Пишите в комментариях ответы на вопросы, которые я вам задал. Я надеюсь, вы посмотрели все видео. Пока.